Сегодня весь день все обсуждают то, что произошло с тремя телеканалами. 112 Украина, Ньюзван и ЗИК. Вчера вечером Владимир Александрович Зеленский ввел в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны относительно введения санкций против Тараса Козака, народного депутата от оппозиционной платформы «За жизнь», официального владельца трех телеканалов. И, соответственно, все эти три телеканала были отключены от эфира. Более того, сегодня глава Министерства культуры Александр Ткаченко заявил, что будет ходатайствовать и просить у Ютуба отключить еще и Ютуб-аккаунты этих телеканалов. Господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сегодня, когда комментировал для журналистов произошедшее, он сказал о том, что есть некие подозрения в том, что якобы господин Козак занимался торговлей, коммерческой деятельностью на неподконтрольной территории Вардло. однако доказательств не предоставил. И, в принципе, мы видим, что доказательств каких-то ярких фактов, на которых бы базировалось это решение Совета национальной безопасности и обороны, общественности почему-то не предоставили. Почему? Я не думаю, что именно Данилов должен предоставлять доказательства. Я думаю, что доказательства обязательно последуют, потому что санкции против господина Козака или Казака – это первый шаг. Дальше больше, насколько я понимаю. Дальше больше – это что? Насколько я понимаю, украинское законодательство. Дальше будут выдвинуты, видимо, как мне кажется, генеральным прокурором Украины Венедиктовой обвинения конкретные, в конкретных преступлениях против государства Украины. Мне так кажется. Я не знаю. Что касается вчерашнего сенсационного решения президента Зеленского, ну, вы знаете, мне легко об этом говорить именно с вами. Потому что все, что я скажу, оно разворачивалось на ваших глазах. Вы были этому непосредственные свидетели, как никто другой. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить замечательных людей Сергея Лагунова и Егора Бенкендорфа, которых я считаю своими друзьями. Это прекрасные люди, замечательные профессионалы своего дела. Я хочу их поблагодарить за то, что однажды мне позвонил Сергей Лагунов. Это было в 2017 году. И пригласил меня на чашку чая или кофе в ресторан Тургенев, как сейчас помню. Была ночь. Мы встретились с Сергеем и с Егором. И они предложили мне вести программу на канале 112 Украина. Канал 112 Украина того времени, это был самый лучший, самый передовой канал, на котором работали лучшие журналисты, лучшие менеджеры, на который было приятно приходить. Даже из-за того, что там была замечательная аура, замечательная атмосфера. Он был прекрасно сделан, между прочим. Вот мы сейчас находимся на канале Наш, суперсовременные технологии, но на 112 была какая-то неповторимая атмосфера. И я стал вести свою программу «Гордон», которую мне предложили вести Сергей Лагунов и Егор Бенкендорф. Два раза в неделю. Потом раз в неделю было тяжело. И по четвергам, каждую неделю я приходил к вам в гости. И мы очень весело, используя для зрителей и для себя, проводили эти час сорок. И с полным интерактивом, с аудиторией. С полным интерактивом. И вы не дадите соврать, что у меня был самый большой рейтинг. Да, это правда, конечно. Потому что некоторые говорят, что он заливает, какой у него самый большой рейтинг. Мы их видели. Я не думаю, я знаю, что высшего рейтинга, чем у меня, не было ни у одного политика, простите, который к вам приходил. И недавно я поинтересовался у Егора, какой был рейтинг. У нас доходило до доли 7, а иногда была доля 11. Это когда было интервью с Владимиром Зеленским предвыборное. Сразу хочу сказать очень важный момент. Я не получал на телеканале 112 Украина деньги. Это была принципиальная моя позиция, потому что я сам мог купить канал 112 Украина или финансировать его по своему состоянию. И это абсурдно, получать деньги там, где ты кайфуешь. А я кайфовал. Это было замечательное время. Я делал интервью, я приходил сам на интервью. Это было прекрасное время. В один прекрасный день телеканал 112 Украина купил Виктор Медведчук. А в тот же день, когда я об этом узнал на программе, по-моему, у вас, я сказал, что Виктор Медведчук – это враг Украины, который работает против Украины. И я говорю об этом на канале Виктора Медведчука в прямом эфире. Если завтра мне перекроют кислород, чихать я на это хотел. Я свободный человек. Это есть в Ютубе, это несложно найти. Виктор Медведчук оказался умным человеком. Было в нашем эфире, кстати. В вашем эфире. И вас никто не просил уйти с темы, не говорить эти вещи? Никто, нет. Нет, никто, нет, нет, нет. Виктор Медведчук оказался умным человеком. После этого не последовало никакой реакции. Я всегда, во-первых, смотрите, все, что я говорю, все правда. Я никогда не говорю вранья, чтобы потом не путаться и вообще мне претит врать, потому что я абсолютно независимый и свободный человек. Значит, Виктор Медведчук не предпринял никаких действий против меня после этого Димарша. Мало того, когда Петр Порошенко попросил Виктора Медведчука убрать меня из эфира, потому что я очень поливаю его грязью, как сказал Петр Алексеевич. Медведчук сказал я, что сумасшедший, он рейтинг дает. Потому что Медведчуку нужно было раскрутить как следует канал. Я это понимаю. А Петр Алексеевич и Виктор Владимирович Медведчук, Порошенко и Медведчук, это единое целое. Если кто-то питает иллюзией, что это разные люди, это одно целое. И именно при Порошенко Медведчук получил контроль над каналами. И именно Порошенко не сделал ничего, чтобы отобрать у Медведчука контроль над каналами. Это одна банда. Дальше. Все было бы ничего, если бы примерно с апреля 2019 года Виктор Владимирович не начал навязчиво появляться на телеканале «Украина-112» «112 Украина» и пропагандировать русский мир. Отвратительно назойливо, как может делать только он. И это уже стало дурно пахнуть. Потому что когда он купил канал, и его не было на канале, это было одно. И не было, знаете, не было этой агрессивной русскомирской риторики. Но когда она появилась, когда пошли гости косяком, конкретные русскомирские, и когда Медведчук сам стал не слазить с экранов телевизоров, я понял, что это финиш. Когда вы поняли? Когда увидел Медведчука, который с Путиным стал встречаться, который постоянно был в экране и пропагандировал русскомирские идеи. И я себе сказал, не-не-не, стоп, стоп, вот это мне не нравится. И тогда в вашем эфире, если память мне не изменяет, вы тогда были, я сказал, что сегодня последний раз я выхожу на канале «112 Украина», я больше не буду на нем выходить в знак протеста против появления Медведчука с русскомирской риторикой, с русскомирскими лозунгами. Через час Олеся Басман сделала то же самое. Это был май 2019 года. Итак, канал «112 Украина», а также «Ньюсван», а также «ЗИК» по моей инициативе, публично озвученной, для меня закончился. Некоторые мои друзья, очень умные, просветленные, намного умнее меня, сказали мне, почему ты такой дурак? Ты возглавлял штаб, предвыборный штаб Игоря Петровича Смешко. Был май, выборы были в июле. Ты что, идиот, не мог потерпеть до июля, помочь Игорю Петровичу завести партию, силой и честь? Что это тебе моча в голову ударила? Что случилось с тобой? Я сказал, у меня есть просто принципы. Мои принципы заключаются в том, что я не могу находиться там, где отвратительные для меня и ужасные для моей страны идеи и ценности. Это была моя позиция, осмысленная. И вы тому свидетели. Мало того, спустя время я сказал, что наши представители новой власти, которые приходят на каналы Медведчука, негодяи, потому что, сказал я, они не должны ходить на эти каналы. Эти каналы пропагандируют русский мир. Но представители нашей власти, сегодняшней, они размышляют не интересами своей родины, многие, я не хочу сказать все, они думают о своем личном рейтинге. А где же можно сделать свой личный рейтинг? Конечно, на раскрученных каналах. Поэтому то, что там Медведчук, да и хер с ним. Дмитрий Ильич, а в чем проявлялась пропаганда русского мира? Ну вот мы с Аней достаточно долго вели эфиры на 112. Наши коллеги точно так же долго вели эфиры на 112. И нам не навязывали какие-то директивы, спущенные сверху, присланные из Москвы, я не знаю еще откуда, с нарративами. Мы говорили то, что мы думали, мы задавали те вопросы нашим гостям, которые мы хотели задать, и гости давали те ответы, которые они хотели. Лично нам как ведущим. Потому что вы говорите, здесь, Дмитрий Ильич, очень важно, вот то, что Вова сказал, потому что есть журналистки, есть творческий коллектив, да, и есть владельцы канала. Мы понимаем, что у каждого телеканала в Украине есть, ну фактически у большого, у имеющего влияние средства массовой информации, есть владелец, да, так есть. И если владельцы того или иного канала именно так видят мир, а не иначе, именно так, в своей какой-то парадигме, видят национальные интересы Украины, их реализацию, присутствуют в этом эфире, как вы говорите, постоянно, часто, может быть, даже неприлично часто, ну говорят об этом, но прямых призывов, запрещенных уголовным кодексом Украины, нет, то, ну пардон, каждый делает выбор, вы сделали свой выбор, не присутствовать на этом канале, зритель делает выбор пультом, не смотреть этот канал или смотреть. А телевизионные рейтинги, это как раз свидетельство голосования зрителей. А закрывать три сразу. Без судебной процедуры. Ругаться будем? Вот так вот сразу. О чем нам? Подождите, мы вместе живем дома, поругаемся, да? Давайте поругаемся немножко. Нет, я с большим уважением к вам, вы знаете, что я вас обоих очень люблю. И это взаимно. Это не секрет, и я всегда об этом говорю. Так мы же тоже не скрываем свои любви к вам. Я сразу оговорюсь, я вас считаю потрясающими телеведущими, думающими, умными людьми. Звездами современного украинского телевидения. Это чтобы ни у кого не было никаких иллюзий и сомнений. Я всегда говорю то, что думаю. Теперь начнем ругаться. Анечка, где вы родились? Я в Киеве родилась, да. В Киеве. Вы киевлянка, вы молодая девушка, вы свидетель становления, вы же не испорчены совком, правильно? Совком не испорчены. Ну, я много понимаю, да. Не испорчены этим идеологическим говном, не испорчены, правильно? Ну, вы же слава КПСС, там, Ленина не конспектировали, правда? Да слава Богу. Карла Марса, видите, уже слава Богу, правильно. Ну, а с творчеством классиков знакомы. Не понаслышке. И считаю, что каждому полезно прочесть. Сейчас, кстати, опять популярные трубы. Это не тот формат. Вы родились в Киеве. Вы умная девочка. Я не сомневаюсь, что вы патриотичная девочка. Скажите, вот родина у вас одна? У вас нет второго гражданства? Нет, у меня одна родина. Более того, Дмитрий Ильич, вы прекрасно знаете, что могла бы остаться и работать в совершенно других странах, а не в Украине. У вас одна родина. Сознательно остаюсь здесь. У вас одна родина. У вас украиноязычная семья, насколько я знаю? Русскоязычная. Русскоязычная. Ну, бабушка с дедушками, да. На суржике говорили всегда. Ну, вы владеете в совершенстве украинской мовой. Да, да. Вы впитали в себя ценности, которые присущи вашему городу. Вы любите Киев? Обожаю. Любите Киев, как люблю его я. Как и мы. Любите Киев, правда? Любите Украину, не сомневаясь в этом. Правда? Ну, Дмитрий Ильич, если бы мы не любили Украину, мы бы, наверное, здесь уже не шли. Ну, давайте без есть. Любите Украину? Ну, а как же. Знаете, когда твоя мать в беде, ты любишь ее еще больше. Правда? Вот наша родина, когда болеет, то мы ее любим еще больше. Прекрасно. А она болеет у нас. Ощущение родины для вас не пустой звук. Вот для меня ощущение родины – это место, где я рос, где я ходил в школу. Я, кстати, иногда, когда мне, может, не очень хорошо, да, я езжу по местам своего детства, по местам своей юности. В школу могу зайти, поехать во двор, где я жил. Мне это трепетно. Вы знаете, для меня это моя родина. Ну, вот я уходил в армию, я вам скажу. Я сейчас вспомнил. Последний день перед уходом, вечером, мы с двумя друзьями, я взял такси. Это был 86-й год. Я потратил 25 рублей. И мы поехали по всем местам, которые нам в Киеве дороги. Я хотел вот перед уходом в армию запечатлеть это в памяти. Ну, может, это романтика, может, сентиментально это. Ну, это так. То есть для меня это вот ощущение, оно святое, честно. И я ни в одной стране мира, ни в одном городе мира не могу находиться больше трёх дней, потому что меня тянет. Даже в США, да. Как в анекдоте Штирли сорвало на родину, да? Меня тянет на родину. Я почему говорю даже в США, потому что перелёт длинный, да? Но тем не менее. Вы будете смеяться, но у меня пару раз были сложности на границе, при пересечении границы Соединённых Штатов, потому что пограничники недоумевали, почему я прилетаю в США на два дня. Это правда, тяжело понять. Это странно, с одним дипломатом. Это было странно. Меня отводили в специальную комнату, выпытывали, я уже когда рассказывал, там, почему, цель, всё, вопросов нет. Хоть бы в дьюти-фри заходили, чтобы было для них объяснение. Значит, идём дальше. Мы пришли к тому, что для нас родина не пустой звук, слово это. Мы пришли к тому, теперь приходим, что у нас в государстве нам не всё нравится. Более того, мне многое не нравится. Более того, я часто ненавижу наше государство и ругаю его больше остальных. Не страну, а государство. Не страну, а государство. Это разные вещи. Так же, как и народ, и государство разные. Я могу тысячу раз ругать государство Россия, но никогда не стану ругать русский народ. Это разные вещи. И не стану ругать русский язык, и не стану ругать великую русскую культуру. Это всё разные вещи. Путин для меня не синоним русского языка или русской культуры, и русский народ не синоним русской культуры и русского языка. Это важно понимать. Идём дальше. Дальше. Наша страна, наша родина попала в большую беду. Можно долго говорить по какой причине, но мне ясно, кто в этом напрямую виноват. Не снимая ответственности с себя, с наших людей, виновата в этом в первую очередь Российская Федерация, Государство Россия и Путин, стоящие во главе этого государства. Это они пришли в ослабевшую Украину, украли Крым, развязали кровавую войну, бойню на Донбассе. И слава Богу, что им не удалось осуществить план Новороссия, который подразумевал, что Крым, Луганская, Донецкая, Харьковская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Запорожская области составляют новое государство Новороссия. Я думаю, что это не секрет. То, что я сейчас говорю. Итак, мы пришли к тому, что наша родина в беде. Мы понимаем, кто виноват в этой беде. Скажите, пожалуйста, вы как журналист, вы разве не видели, что на канал 112 Украина, когда Медведчук уже начал там активно работать, приходят однозначно нацеленные на пропаганду русского мира люди? Все как на подбор. Вы разве не испытывали отвращение, когда с утра до вечера канал 112 Украина показывал встречающихся Медведчука, Козака, Рабиновича с Путиным, с Медведевым, с Миллером? Вам разве это нравилось? Дмитрий Ильич, а вы не испытывали отвращение, когда общались с Гиркиным и Поклонской? Я испытывал отвращение, общаясь с Гиркиным. Говорить о женщине слово «отвращение» я не стану. Но я это делал для своей страны. Я это делал для своей страны, сведомо моей страны, сведомо президента в том числе. Сейчас об этом можно говорить. Это была спецоперация нашей военной разведки и генеральной прокуратуры. Сейчас я могу об этом говорить. Я еще, может, через какое-то время больше смогу говорить. Это будет еще интереснее. И материалы, которые я сделал, они работают в суде в Гааге. Поэтому мне, может быть, тысячу раз противно, но я сделал для своей страны важное дело. И лидер Беленкет Христо Грозев недавно сказал, что государство Украины должно сказать «Гордон – герой». И я цитирую Христо Грозева. Я ответил на ваш вопрос. Дмитрий Ильич, так как Родина, здесь понятно, и ваши мотивации, и мы сейчас говорим о журналистской аргументации внутренней, чем руководствуется журналист, тем как раз таки, что и Родина для нас не пустой звук, и Украина не пустой звук, и страна не пустой звук, наша. Но точно так же для нас не пустой звук закон, и для нас не пустой звук свобода слова. И когда, если в эфире происходят какие-то вещи недопустимые, которые противоречат законодательству, которые идут вразрез с национальными интересами, ну вот в вашем представлении, да, вот то, как вы говорите, представлении, в принципе, институтов государства, призванных защищать безопасность его же, да, самого. Пусть они реагируют, и вот как вы говорите, да, и вот Гордон Герой, и пусть скажут этим журналистам, слушайте, ну спасибо, вот шпиона нам показали, значит, человека, который интересы другой страны здесь отстаивает, а давайте-ка мы его прихлопнем и по закону, и, значит, на институты наши опираясь, и судебные, и правоохранительные, и следственные, все, всю цепочку, да, вот с этим человеком разберемся по закону. Вот, это ключевое, ключевое, то, что ты сказала по закону, потому что я вновь возвращаюсь к тезису о том, что то, что произошло сейчас, фактически прекращение эфира трех телеканалов, это происходило без судебного решения. То есть, условно говоря, завтра, допустим, не понравится ваш, Дмитрий Ильич, ютуб-канал кому-то из представителей власти, ну не понравится, допустим, я не знаю, интервью Андрея Иосифовича Богдана, который вам разоткровенничался и рассказал о представителях действующей власти. И они скажут, что это нарративы российской пропаганды, не подкрепят это никакими доказательствами, скажут, что документы засекречены. И просто примут решение, все, заблокировать это, заблокировать это СМИ. И так завтра может быть с каждым. Господин Данилов уже анонсирует, что телеканалов, против которых могут вводить санкции, их много. Мол, да ли будет. Так вот, как раз нет ли у вас ощущения, что это открыло ящик Пандоры? Потому что если бы действительно были какие-то нарушения украинского законодательства, вперед, друзья, есть законная процедура, есть судебная система, идите, доказывайте, вручайте подозрения, привлекайте к ответственности, если есть нарушение закона. Или нет этой судебной системы? Большой вопрос. Почему не пошли таким путем? Видите, как я вас слушал. Да у нас тоже, знаете, крик души, Дмитрий Ильич. Потому что очень важно не просто талантливо говорить, но и талантливо слушать. Я вас выслушал, я вам отвечу. Не надо путать свободу слова с вражеской пропагандой. И я сейчас объясню еще раз почему. Когда в воюющей стране показывают, как хозяин телеканала встречается с лидерами враждебной страны, это нормально? Ну так запретите. Есть регуляторы, Дмитрий Ильич, в государстве, которые должны призваны с этим работать. Но я еще не закончил. Запретите показывать это. И никто не осмелится этого делать. Я не закончил. Конечно же, я хочу, чтобы все было по закону. У меня есть ощущение, что санкции на самолеты господина Медведчука и господина Козака были наложены именно потому, не потому, что этими самолетами Медведчук и Козак летали в Россию, а потому, что у меня есть такое ощущение, этими самолетами привозили деньги из России на содержание телеканалов Медведчука и Козака. А это ваше предположение просто, Дмитрий Ильич? Я же говорю, у меня есть ощущение. Также у меня есть ощущение, что телеканалы 112 Украина, Ньюс Ван и ЗИК финансировались Российской Федерацией. У меня есть такое предположение и ощущение. И также у меня есть ощущение, что то, что я сейчас сказал, в ближайшие дни будет широко доказано и показано общественности. Поэтому речь идет, у меня есть такое ощущение, не об ущемлении свободы слова, а о пресечении террористической деятельности и пропаганды враждебного государства. Почему не сделать этого сразу? Не ознакомить общественность с фактажом? А этот вопрос не ко мне. Вы говорите о том, что у вас есть предположение и ощущение. Вы как гражданин Украины, как журналист, имеете право высказывать предположение и ощущение. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, президент Украины и прочие представители топ-уровня, руководители топ-уровня, не имеют права высказывать как предположение или как ощущение, а заявление о принадлежности тех или иных людей к преступной деятельности. Есть презумпция какая у нас, чего? Если у них есть доказательства, в чем проблема сначала провести судебную процедуру? Хотя бы, я не знаю, сообщение о подозрении с представлением фактов, а уже потом вводить какие-то санкции? Ну и тем более у нас, Дмитрий Ильич, два слова. Чему такая специя? Да, конечно, конечно. Есть закон. Ну просто, нет, знаете, талантливого слушателя в гостях, боже, заиметь это же праздник души, Дмитрий Ильич, закон есть. Вот мы только что с Мариной Ставничук в ремерке долго говорили об этом. Она говорит, слушай, ну просто прямое нарушение закона, потому что санкционный механизм четко прописан в законодательстве. Вот как вынесение, как этот механизм работает, от а до я, да, вот все его колюсики маленькие, они прописаны четко, как они в нормах этого закона. И вот есть принципы застосувания тягого самостивного механизма, да, значит, как ты можешь его применить. Она говорит, что первый принцип, это принцип публичности, принцип вынесения решения должен быть основан на прозрачности. То есть не может быть никаких секретных документов сначала, да, значит, вынесение решения потом. Вот сначала должны показать нам всем эти документы, выйти с брифингами и конференциями, а потом уже вносить какие-либо решения. Ну и просто банальное нарушение закона. Потому что иногда мы видели даже со стороны правоохранительных органов, к сожалению, обратную ситуацию. Помните, когда Бабченко якобы был убит, выходили представители СБУ, потом оказалось, что это все инсценировка. А в конце концов, задержание людей, которых МВД подозревает в причастности к убийству Шеремета, тоже заявляли, что масса доказательств, приговора суда до сих пор нет. Ну то есть вот заявлением не всегда стоит верить. Почему здесь пошли законные процедуры? Не всегда стоит верить, мягкая формулировка. Я никогда заявлением не верю. Вообще. Я вообще все подвергаю сомнению. Хотите, я на бытовом уровне вам что-то объясню? Давайте. На бытовом. Хозяин телеканала, телеканалов, У меня есть такое ощущение, что это не господин Казак, а непосредственный хозяин, господин Медведчук. У меня есть ощущение, что господин Медведчук никогда не станет тратить свои деньги на каналы. Он же сумасшедший. У меня есть ощущение, что эти деньги он получал в Российской Федерации. Таким образом, деньги врага, у меня есть ощущение, шли на пропаганду, которая разрушала нашу страну изнутри. Это называется гибридная война. Принцип гибридной войны описан начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом Герасимовым в военном вестнике за январь, по-моему, 2013 года. Если вы внимательно почитаете эту прекрасную публикацию, там все, что происходит с Украиной последние 6 лет. Вот просто тупо все. Они работают по этой методичке. И деятельность трех каналов Медведчука это ведь самое главное. Смотрите, что самое главное? Пропаганда. Пропаганда, оболванивающая мозги, дурящая людей. Это еще Гитлер с Геббельсом очень хорошо доказали. У государства Украины пропаганды нет. Она тупая и неумелая. Есть только запреты. Я об этом всегда говорю. Виктор Владимирович Медведчук, будучи талантливым организатором, выстроил блестящую систему пропаганды антиукраинской. Это мое мнение. Но по закону с этим надо бороться. Вот мы сейчас об этом. Возвращаюсь к закону. Вы как гражданин, как физическое лицо. Теперь возвращаюсь к закону. Если президент Зеленский это сделал, он имел право как президент применить санкции или нет. А вот я говорю сейчас как раз о законе о нарушении. Я спрашиваю, я же не знаю. Потому что юристы говорят, что любой толковый юрист на первом же заседании, сейчас будет первая инстанция, но потом до высшего... Аня, я повторю то, что сказал. Вы не услышали. У меня есть ощущение. Говорят, что размажет просто... У меня есть ощущение, Аня. Вот у вас передо мной была госпожа Лукаш. Она очень опытный юрист. Я думаю, что стоит попросить ее, чтобы она защищала три канала. Она очень опытный юрист и очень хороший юрист. Я думаю, что... Может, у нее будут какие-то аргументы, но у меня есть ощущение, что суть... А у меня есть ощущение, что главы судов наших, высшего административного суда и так далее, очень дружат с властью. Мое ощущение, я не знаю. У меня есть ощущение, что суть всего произошедшего с тремя каналами Виктора Владимировича Медведчука заключается в том, что финансирование деятельности этих каналов велось на российские деньги. Доказать нельзя. И у меня такое ощущение, что в ближайшие дни эти доказательства будут обнародованы. А почему сначала не обнародовать доказательства? И мне очень хочется, чтобы все это увидели. А почему не были обнародованы? Этот вопрос надо задать или господину Зеленскому, или господину Данилову. Я же не знаю. Вот мы пытаемся как раз понять. Я же, смотрите, я маленький человек. Я пользуюсь слухами с Бессарабки, иногда с Владимирского рынка. Иногда я сам додумываю. Вы что думаете, я всезнающий такой, или у меня там осведомители везде? Я иногда сам додумываю, иногда вбрасываю. Ну, знаете. Вот, поэтому я сказал то, что мне кажется. Вот мне так кажется. Вот мы же и пытаемся сейчас разобраться, почему в конце концов решили отойти от прописанной в законе процедуры и перевернули все с ног на голову. Володя. Даже если, даже если есть гипотетические доказательства финансирования из Российской Федерации, финансирования терроризма или еще чего угодно, о чем сейчас нам говорят представители Слуг Народа, почему сначала не провести юридическую, не начать юридическую процедуру предоставить доказательства? Не к Дмитрию спросили. Все, мы десятый раз об одном же. Мы у Вселенной спрашиваем. Об одном и том же не будем больше. Почему в конце концов? Я отвечу, ибо нехер, ибо хватит. Петр Мага. Ибо хватит. Дмитрий Ильич. И я сейчас скажу еще одну вещь. А давайте. Да, и потом... У меня есть ощущение, что в ближайшее время мы увидим много интересного. И я вам скажу, что я думаю по этому поводу. Многие в Российской Федерации ушлые люди думают, что можно делать хитрый номер. Соединенные Штаты Америки как государство в течение целого ряда десятилетий за свои деньги создавали, переманывали к себе и создавали условия для работы лучшим представителям ученых элит разных стран. Достаточно посмотреть только блестящий фильм Юрия Дудя «Силиконовая долина», как устроена «Силиконовая долина», чтобы это понять. Но это известный факт. То есть целенаправленно государство Соединенные Штаты Америки вытаскивал лучших ребят из Индии, Пакистана, Бурунди, Советского Союза, России, Украины и прочих стран и создавало им условия. В странах, которых я перечислил, вот уже Украину возьмете. У нас что, талантливым ученым платят большие деньги? У нас говорят, ребята, страна вами гордится, вот вам преференции, вот вам гранты, вот вам то. Чхать мы хотели на них. Точно так же и в России, и в других странах. Американцы их брали, создавали мощную науку. И в результате они сделали огромный скачок. Они сделали революцию. Интернет, Ютуб, я называю маленький искусственный интеллект, боже мой, мы в жопе давно, давно. И мы отстали на столетие. Так как сложившиеся ситуации. Минутку. Сейчас объясню. Ну как это, при чем здесь жопа к сложившейся ситуации? А теперь возьмем Российскую Федерацию. Эти умники в государственном управлении подумали, ну что эти лохи американцы создали Ютуб, создали интернет, а у нас нефтегазовые бабки, мы их в виду имели. Мы сейчас на эти бабки все купим, все будет во. они создали, они вкладывают, россияне молодцы, государство Россия, хвалю, они вкладывают огромные деньги в пропаганду, миллиарды долларов, в подкуп агентов влияния по всему миру, включая руководителей стран и правительств и видных общественных деятелей. Они вкладывают по всему миру деньги. Я уже не говорю, слушайте, только Шойгу приехал в Мьянму, через неделю переворот и тот, с кем он встретился, уже президент. Да они работают. Украина не работает. Украина безобразничает. Но не в этом дело. Так к чему я говорю? Они подумали, что можно теперь благодаря этим нефтедолларам воспользоваться плодами цивилизации. Но не тут-то было. Вот сейчас я скажу интересную вещь. Я цепочку приведу. Вы видели, как заблокировали твиттер Трампа? Ну все видели, конечно. Сколько было там подписчиков, видели? 80 миллионов. Это первая ласточка. Вторая с Дубинским была проделана. Чувак имеет 350 тысяч подписчиков в Ютубе. Он Дубинский, талантливый человек. Но он почему-то решил, как считают американцы, пойти против государства Соединенные Штаты Америки. Что они делают? Они вводят санкции против Дубинского и на основании этих санкций убивают его Ютуб. Был Дубинский, был Дубинский, а теперь где он? Кто это? Где платформа, благодаря которой он может быть Дубинским? То есть свободы слова нет? А какая же это свобода слова, если по мнению американцев он действовал против интересов государства Америки? Так у них первая поправка, слушайте. Я же о чем говорю? Которая запрещает дело. Я же о чем говорю? Американцы за свои деньги, со своей политической волей, в течение долгих лет собирали интеллект для того, чтобы с помощью этого интеллекта их же и били? Так не будет. То есть теперь каждый, кто критикует Штаты, так не будет. До свидания, Ютуб. И теперь я продолжаю. В ближайшее время, мне так кажется, стоит ждать санкции Соединенных Штатов против телеканала Russia Today, против Владимира Соловьева, против Маргариты Симоньян, против этого дурачка Киосаяна, который международную пилораму так называемую ведет на НТВ. Это вообще убожество духа. Это не пердух, а это убожество духа. Против целого ряда пропагандистов. Схема будет следующая. Мне так кажется. Сначала ведут санкции против них, потом на основании этих санкций убьют их Ютуб-каналы, Твиттеры и все остальное. И запретят показ телеканалов по миру. И что останется от российской пропаганды? Кукиш. Ничего. Потому что не надо насаждать агрессию, пользуясь не своими научными изобретениями. Дмитрий Ильич. Бабки не решают уже ничего давно в мире. Не решают. Решают давно другие. Решают сила. Понимаете, мы вот 10 раз с Вовой почему этот вопрос о законе говорим, что хотелось бы, чтобы все-таки сила закона, а не закон силы, работал в нашей любимой Украине. И Трамп, он же не путинская пропаганда. Я вот о чем. Скажите Путину, на основании каких законов он отнял у Украины территорию. Пусть Медведчук задаст своему куму вопрос. Пусть Медведчук задаст вопрос, он же не задает этот вопрос. Он же, когда ездит к Путину, не спрашивает его, Володя, а чего ты с моей страной так поступил? Не спрашивай.